в антиутопиях города будущего захватывают дикие твари из дикого леса и разнообразные мутанты и по этому поводу у нас две новости во первых все действительно к тому и идет а во вторых это совершенно замечательно главное быть к этому готовым и немножечко помочь этому произойти привет это натуралист женя тимонова и все как у зверей программа о том в кого люди такие и сегодня мы поговорим о будущем о нашем будущем но для начала мы должны подкорректировать само понятие города ведь в нашем восприятии город это такой антоним природы а на самом деле город это такая природа полноценное биологическое сообщество с красивым названием урбоциноз и массой очень ценных качеств будучи природой город никаких законов природы не нарушает зато природа бывает нарушает законы города и не только не ходить по велодорожкам вот как-то раз еду я как настоящий гражданин на велосипеде и тут собачки такие вау велосипедист классно вот и тут я делаю ошибку вместо того чтобы остановиться и как-то убедительно над ними подоминировать я думаю ха я же быстро езжу сейчас я оторвусь и еду быстро вау это быстрый велосипедист обрадовались собачки и побежали за мной еще быстрее короче в конце концов одна из них вцепилась мне в ногу и оставила вот эту вот ну впрочем очень живописную дырку а под ней пару живописных шрамиков после этого поняла что да это эволюционная гонка проиграна остановилась и собачки тут же утратили ко мне всякий интерес но я к ним нет и было это в далеком 2007 году в то время в москве было порядка 30 тысяч бездомных собак и они совершали примерно 2000 нападений на людей в год теперь в москве две тысячи собак то есть их количество сократилось буквально в 15 раз ну что вы на меня смотрите я здесь совершенно ни при чем это общемировая тенденция во всем мире в крупных и мелких городах бродячие собаки становятся все менее многочисленны и это приводит к очень интересным экологическим последствиям комнатная муха домовый воробей домовая мышь что объединяет всех этих животных это наши вековечные традиционные спутники которые тысячелетиями живут при человеке и во многом за его счет и вот количество этих наших старых знакомых городах во всем мире теперь сокращается кто-то считает что это очень позитивный процесс а кто-то считает что в нем есть кое-какие опасности например то что стало меньше собак с одной стороны неплохо но есть и другая точка зрения с нею нас сейчас познакомит иван зативахин зативахин иван игоревич кандидат биологических наук специалист по экологии и поведению животных телеведущий автор программ книг и фильмов о животных характер хваткий воспитывает собак собаки синантропный вид бездомные собаки они прекрасно адаптированы с человек они сдерживают распространение других каких-то видов лучше всего их стерилизовать не убирать потому что на их место придут другие мы же не можем их убрать совсем сейчас уже бездомных собак с планеты такого невозможно вот собаки вот в москве это было исследование давнее очень но она не потеряла актуальности они держат свое место если их просто-напросто стерилизовать то никто и не появится собака животное территориально она начинает защищать свою территорию но она агрессивно выборочно то есть она думает что она здесь работает эта собака вся ее агрессия основной на это приходит сердобольная бабушка низкий поклон за любых животных начинает все кормить все значит здесь вот бабушка это регулярно происходит собаки очень ритмичные в плане активности до своей то есть они очень склонны к стереотипизации всевозможных и все вот тот механизм очень простой поэтому если вы перестанете поощрять популяции устоится новые не будут проникать старые будут уходить естественным образом на их место будет постепенно она будет все меньше и меньше просто она естественным образом стабилизируется те дикие которые живут в этих самых зонах они не пустят из деревень окружающих москву но условно собак они не пустят лис это все очень гибкая система поэтому самый эффективный способ стерилизация но не кастрация стерилизация и ситуация постепенно стабилизируется и раз город эта природа природа не терпит пустоты и на место старых игроков приходят новые при том часто бывает что уходит один вид гегемон а его место занимает несколько и тогда биоразнообразие города увеличивается и это совершенно замечательно потому что чем выше биоразнообразие тем устойчивый биоциноз как мы уже рассказывали на примере австралии вот например сокращается количество котиков в городе и на их место приходят куницы ласки прилетают хищные птицы и вообще если хотите узнать кто у нас тут будет на новенького посмотрите кого притесняли традиционные синантропы скажи мне кого ты гнобишь сегодня я скажу тебе кто тебя сменит завтра другая причина это что города разрастаются и наступают на окружающую природу а что бывает когда вы захватываете чужую территорию вам приходится содержать ее население ну конечно то который не вымрет и согласится своим сотрудничать некоторые виды отходят дальше в еще не тронутые леса а некоторые нормально адаптируются к новой городской реальности и становятся успешными горожанами первые виды называют консерваторы а вторые новаторы от чего это зависит непонятно один вид может быть на все готовым новатором а его ближайший родственник ригидным консерватором который скорее сдохни чем будет жить здесь и есть вот это поэтому новаторами конечно быть хорошо а консерваторами в принципе тоже не приговор потому что для того чтобы привыкнуть городу и стать урбанизированным видом новатору нужно 10 примерно лет а консерватору примерно 30 ну конечно дольше но тоже не бесконечно поэтому если создать по периметру города какие-то такие вот природное убежище для видов консерваторов где они могут провести первые там 10 20 30 лет в такой уют учебке и привыкнуть к мысли о том, что они будут горожанами, а не станут горожанами. Вроде чего, собственно, весь сыр-бор? Что всех в городе так привлекает? Ну, прежде всего, конечно, количество свободной энергии и ресурсов. В городе всегда теплее, чем за городом. В городе очень много всевозможных укрытий. Но самое главное, в городе очень много еды. Он всегда немножечко перекормлен. Если проблема природы слишком много едоков и мало еды, то проблема города, наоборот, слишком много еды и мало едоков. И поэтому мы с природой двигаемся навстречу друг к другу, чтобы решать проблемы. Город дает безопасность. Например, насекомые очень ценят, что городские клумбы не обрабатываются сельскохозяйственными пестицидами. Город дает безопасность от охотников. Ведь как только животное пересекает городскую черту, оно тут же превращается, ну, по крайней мере, в наших глазах, из экологически чистой дичи во что-то совершенно малосъедобное. Ну и вообще, мы, горожане, своих не едим. Животные это, кстати, заметили. И, например, в Германии. Когда на выходные охотники выходного дня двигаются из городов в окрестные леса, из окрестных лесов в города навстречу им двигаются кабаны. И где-то в районе городской черты они встречаются. Эй, эй, а вы куда? Мы в город на выходные. И город это безопасность от хищников. Например, шведские медведицы с маленькими медвежатами скрываются в городах от хищных медведей-каннибалов. А наши вяхери, лесные голуби и пустельги прилетают в города, чтобы скрываться от истребов-тетеревятников. Ну, правда, истреба тоже за ними прилетают в город. А тут везде голуби, обычные Колумбия-Ливия. Ну и кто тут будет гоняться за пустельгой или вяхерем? Вау, я в домике. В городе вообще масса укрытий для животных с воображением. И вообще есть аналоги до буквально любых биосистем. Есть городские болота, городские джунгли, городские саванны, городские пустыни, городские пещеры, городские скалы. Разные заброшенные пруды, отстойники, где никто не ходит и никто не беспокоит птиц. Они живут там совершенно спокойно. Или в кладбище, например, где нельзя шуметь и всегда есть еда. И живи, не хочу. И они живут. В общем, в городе жить очень неплохо, если вы, конечно же, соответствуете его требованиям. Самое главное качество горожанина – это стрессоустойчивость. Чем проще вы адаптируетесь к стрессу, чем легче вы от него восстанавливаетесь, тем крепче ваше здоровье, лучше аппетит и быстрее вы размножаетесь. Второе – это пластичность, например, поведенческая. Вы должны уметь искать новые места для гнездования. Вот, например, огари, красные утки. Они захватили Москву только после того, как научились гнездиться на чердаках пятиэтажек. Ну, сейчас, правда, пятиэтажки собираются сносить, но огари непременно что-нибудь придумают, потому что они прекрасно адаптированы к жизни в городе. Дальше – толерантность. Горожанину нужна толерантность к своим прежде всего, потому что в городе вам придется жить в гораздо более плотной компании, нежели за городом. Например, у лисицы каждой в пригородах Лондона несколько квадратных километров охотничьей зоны, а уже в самом Лондоне на каждом квадратном километре живет и 10, и 20 этих лисиц. Ну, а что делать? Уплотняемся, потому что город ценит добрых соседей. Ну, а второе – это толерантность к человеку. Как ни круте, все-таки он в городе хозяина, хозяина надо уважать. Иначе будет вот как в Америке с койотами. В одном американском парке прикормили койотов, и койоты настолько к этому привыкли, что начали уже сами выпрашивать у жителей еду. А выпрашивают они, покусывая за ноги. А дело происходит в Америке, где у каждого второго дома стоит сейф с ружьем. Ну и все, нету больше тех койотов. Так что хозяев надо уважать. Но толерантность к своим и к человеку хорошо работает в сочетании с агрессивностью к конкурентам. Вот посмотрите, как себя ведут те же самые огари на этом смешанном пруду. Да они сейчас в днездовой период гоняют просто лиционных московских кряков и крохолей, и вот только перья летят. Ну а что делать? Держаться вместе и давать всем отпор – это золотое правило понаехавших. Пищевая пластичность. Попадешь к вам в город, научишься есть всякую. Вот, например, чайки потеснили ворон на городских свалках после того, как научились есть отходы. А Новосибирск захватили в прошлом рыбоядные черные коршуны после того, как они поняли, что можно заказывать не только рыбу, но и курицу. И распробовали городки голубей. И если у вас уже есть такие качества, то город для вас – открытый дом и накрытый стол. Ну а если таких качеств еще нет, то, возможно, они появятся в результате случайных мутаций и будут тут же поддержаны естественным отбором, ведь это путевка в городскую жизнь. Вот так, пока мы думаем, что меняем город, город меняет нас. Меняется метаболизм. Например, животные, которые всегда считались индикаторами чистой воды – саламандры, тритоны, раки, лягушки – и теперь нормально живут в таких вот городских прудах. Меняется поведение. Дразды начинают размножаться круглый год, скворцы и утки не улетают в южные страны, слови поют громко, а зарянки начинают петь ночью. Вообще, многие дневные городские певчие птицы переходят на ночные концерты, ведь город never sleep. Ну и, наконец, обещанные мутанты. Например, в лондонском метро живут мутанты, ну не крысы, а комары, которые питаются этими крысами. И настолько уже порвали все связи с внешним миром, что даже перестали скрещиваться с комарами снаружи. Ну или если вы знаете подвальных комаров, которые тоже круглый год у нас живут и сосут нашу кровушку, вы, наверное, замечали, что это совсем другой вид, нежели лесные комары, от которых они произошли. Или вот в Челябинске появилась очень интересная мутация, так называемая морфостриата, остроморда или озерная лягушка с полосочкой по спинке, ну а не в полосочке дела, а в том, что у нее более толстая кожа, защищающая ее от разной агрессивной городской химии, более быстро проводящая нервная система, это дает ей ускоренную реакцию, быстрее половое созревание, то есть они раньше откладывают яйца, и более короткий срок жизни, то есть есть их жизненный цикл более короткий, более быстрый, и это дает им преимущество перед традиционными медленными лягушками. Ведь девиз города Ли Фас Дай Янг – живи быстро, умри молодым. Или, например, скворцы. Скворцов было гораздо меньше, чем сейчас. А сейчас скворцы не просто живут в городе огромными стаями, они живут в нем круглый год. Зимуют на Курском вокзале, там у них есть всегда и дом, и стол, и совершенно замечательно себя чувствуют. Зачем куда-то улетать? В Москве тепло всегда. Кормить снова горожан? Окей. Только следите, чтобы ваша еда не доставалась крысам и голубям, потому что у них с ней и так все в порядке. О! Тест по получению корма пройден. Теперь пойдем и передадим кому надо. Корм для птиц состав – специализированный корм. Кормление животных с рук запрещено. Между прочим, очень дельный совет. Ведь дикие животные – это не только красота и прелесть, но и источник разнообразной заразы, инфекции, многие из которых опасны и для человека тоже. Например, главным природным резервуаром бешенства являются не собаки, а лисы и янотовитки. Ну, конечно, лисы и янотовитки гораздо реже нападают на человека, но если вдруг, не дай бог, это случилось, немедленно бегите за антибешеной вакциной. Это немножко ограничит ваши возможности на ближайшие несколько месяцев, но это гораздо лучше, чем умереть от бешенства. Поверьте, это ужасно неприятно. Так что с рук не кормите, пальцы высуете, нападения не провоцируйте. И сами целее будете, да и у вида будет меньше неприятностей. Перестать тратить деньги на то, чтобы все портить. Вот, например, возьмем газон. Совершенно замечательный газон из цветущего разнотравия, если его не трогать, если не засевать его одной какой-то травой, если не стричь его постоянно, если оставить его в покое и не сгребать с него листья, он очень скоро превратится в замечательный цветущий лук и будет отлично поддерживать себя сам. То есть граница между городом и дикой природой будет продолжать стираться. Ну а нам-то это зачем? Ну, во-первых, для психологического комфорта. Наша психика требует наблюдать за дикими животными в естественной среде, это ее успокаивает. Но сейчас для этого нужно ехать куда-нибудь за город или хотя бы идти в зоопарк. А когда-нибудь будет время, когда ты что выходишь на улицу, а тут все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на самом деле не все. Некоторые виды животных никогда не станут нашими соседями по городу. Но, может, оно и неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот какой настоящий страшный серый волчища из темного леса. Вот. Волки совершенно не воспринимают человеческих команд. Поэтому, если вы хотите как-то с волком взаимодействовать, вам приходится пользоваться волчьими командами. Например, вот юному Ярику можно объяснить, что я тут пока что самое главное простым способом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Понял. Прижали, порычали. Когда ему будет годик, я так уже не смогу. И любое малейшее мое неосторожное движение приведет к, да, совершенно к чему угодно. Вот так вот перегрет, откусит руку, и все. зубище то вон какие страшное дело и поэтому в принципе есть за что бояться волков но только в том случае если вы собираетесь находиться на их территории и что-нибудь там делать а вот у волков оснований боятся людей гораздо гораздо больше и поэтому все их инстинктивное поведение заточено под то чтобы этот страх себе поддерживать нормальные дикие волки которые не ну подожди ну минуточку минуточку давайте поработаем на камеру все и ты пойдешь играться пойдешь к ярочке играться давай чуть-чуть чем-то а давай по доминирую над тобой все лежим вот настоящий дикий волк так вот инстинктивный страх человеку поддерживается у волков тысячелетиями веками естественного отбора все волки которые не боялись людей их уже давно истребили вот и поскольку в раннем детстве дикие волки не хочет они видят и не могут его нормально воспринимать то они и там выросшие его боятся смотри-ка ты вот и злится вот сейчас когда двухмесячный волчонок злится это одно а вот а годовалый это будет уже совсем ужасно поэтому для волков страх перед человеком это жизненно необходимая адаптация а для нас это ну такая дань культурной традиции просто потому что чем-то надо детишек наших держать везде вот приходится рекрутировать для этого вот таких вот таких вообще достаточно милых животных приятное животное дураки что ли да дикий волк не может жить рядом с человеком но человек может жить рядом с диким волком правда не каждый а один единственный в мире друзья мои встречайте в нашей программе сам ясон бодридзе бодридзе ясон константинович витязь в волчьей шкуре доктор биологических наук глава отделения экологии и поведения животных института зоологии академии наук грузии пожалуй лучший в мире специалист по поведению волка два года прожил в волчьей стае лично воспитал около сотни волков скромен интеллигентен мудр про иерархию и про социальную структуру в волчьей семье вот есть представление том что вот есть волчья стая у нее есть вожак и все вожак сказал и все побежали на самом деле естественно это иерархия существует без нее социальная система развалится но в отличие от человеческой иерархии волчьей иерархии каждый член семей выполняет ту функцию которую он может выполнять лучше других и в процессе вот выполнения своей функции он до становится доминантом но это не то доминирование на котором мы знаем да допустим вот тот кто хорошо бегает загоняет тот кто сильный и менее других боится прямого столкновения с потенциальной жертвой каждый из них выполняет свою функцию которую он может лучше других делать это в отличие от человека кстати потому что когда человек прорывается в иерархии он добиваясь определенной должности представление не имеет о том что он должен делать там вообще здесь такого не может быть да действительно в человеческой культуре процветает к сожалению принцип питера в каждой иерархии индивидуум старается достичь своего уровня некомпетентности и вот на нем уже конечно установиться как на своей высшей точке а у волков как раз тот самый принцип от каждого по способностям и в этом плане они реализуются гораздо лучше а вот кого изгоняют из волчьей стаи обсуждали вот этот вопрос ваш великолепен просто вопрос тут придется уже сравнивать с человеческим обществом да каждый год прибавление в семье количество членов семьи увеличивается из года в год а оказалось что это меня потрясло когда это обнаружил что и у человека и у животных социальных животных существует потребность в реализации определенного количества социальных контактов понимаете и когда это количество социальных контактов достигает максимума резистентности то есть больше я уже не могу в социальной группе назревают конфликт и в конце концов увеличивается социальная дистанция между индивидами а эти группировки возникшие они психологически соответствуют друг другу я имею ввиду вот внутри одной группы индивиды они абсолютно совместимы а вот эти две группы они несовместимы и в конце концов из группы изгоняются ну как правило это четыре года раз происходит низкоранговые индивиды которые еще не умеют охотиться хорошо и старики которые уже не способны хорошо охотиться вот я единственный раз в жизни видел из вот этих шести семей с которым не приходилось жить правда с одной семьи очень долго жил почти два года в общем единственный раз я вот видел как семья ухаживала за стариком да у него судя по всему артрит был такой мощный и он ему трудно было ходить но его кормили что самое интересное вот как это ну я был на седьмом небе потому что такое увидеть в природе это очень многого стоит ухаживать за стариками из всех семей которые вы наблюдали такая традиция была только у одной семьи традиция это основа культуры то есть можем ли мы говорить о том что у волков существует некая вот протокультура вы знаете я категорически против вообще использовать слово культура оценивая поведение животных когда мы говорим о культуре там должен присутствовать элемент творчества а вот этого элемента творчества у волков нет перспективы дальнейшие к эволюции вот сосуществования людей и волков когда речь идет если о хищных вообще говорить то мелкие хищные ну вот куни и они очень даже хорошо адаптировались а все остальные крупные хищники это кандидаты на вымирание если мы каким-то образом не умерим свои потребности в расширении своего ареала так что тут прогноз величайшему сожалению очень грустно если человек не поймет что это тривиально не звучало ну что он пилит тот сук на котором сидит и не дай бог уже с этой высоты падать и сон константинович огромное спасибо что что ни бога книжки читайте книжки фантастические и вообще набирайте в поиски и сон бодридзе и и ваше воображение просто будет потрясено спасибо так что единственное место где человек на самом деле царь природы это город созданный нами самими урба ценоз так давайте же будем в нем не тиранами и самодурами а мудрыми и дальновидными правителями с вами было все как у зверей пока а